Итак, продолжаем изучать рецепты и болезни святого человека, который написал все это сотни лет назад. Его зовут Лао Цзунь, что переводится как царь Лао, то есть, ну как бы, ну как царь, то есть, царь знания. То есть, он написал определенные правила, и это очень ценно, потому что здесь очень четкие определения идут, которые мы не можем исключить из своей жизни. То есть, вот только так, по-другому не будет. То есть, это рецепты. Поэтому и названо это все как сто рецептов от ста болезней, потому что даже сами болезни, это тоже знания. Вот, например, здесь тщеславие. В связи с высотой положения презирать людей – это болезнь. Вы знаете, что на самом деле, когда человек находится на высоком положении, то люди начинают ему поклоняться. То есть, они начинают его уважать, его почитать, поклоняться. Как вы думаете, человек может заметить изменения в своем сознании в связи с тем, что его уважают или нет? Нет, вообще не может заметить этих изменений. Я, например, с трудом замечаю. Я, когда начинаю только мысленно поклоняться глубоко своему духовному учителю, начинаю чувствовать, что сердце осквернено тем, что я себя очень сильно, как бы, ставлю высоко. Это всегда, когда человеку поклоняются, он начинает о себе очень думать, как бы, как в такой величине большой. Это неизбежно. Это называется болезнью. То есть, это тщеславие. Человек, чем выше его положение, тем он начинает приближительнее относиться к людям. Само собой. Это происходит само собой. Поэтому и, в принципе, людей, которые имеют высокое положение в обществе, в этом даже сложно обвинить. Потому что каждый человек, любой, которому люди будут смотреть в рот и, как бы, считать себя ниже его, он всегда потихоньку становится тщеславным. То есть, это неизбежно. Для обычного человека это неизбежность. Поэтому людей обвинять в том, что они смотрят на всех свысока, имея начальственное положение, бессмысленно. Потому что каждый из нас может таким стать, как только появляется небольшая известность. Я уж не говорю про большую известность. Ну, то есть, мне приходилось в жизни общаться с людьми, которых называют звезды. Обычно звезды, у нас звезды эстрады. Ну, то есть, люди, которым поклоняются, когда они поют там. И, то есть, у меня несколько таких, было несколько вариантов такого общения. Я заметил, что эти люди, когда им что-то нужно, они очень с тобой ведут себя деликатно. То есть, они могут общаться очень глубоко, деликатно. То есть, это не необразованные люди, это глубоко интеллектуальные люди. Но, как только им ничего не нужно от тебя, они сразу, ты для них пустое место становишься, ноль. Так ведь? Замечали? Это болезнь. Болезнь называется тщеславие. То есть, человек считает людей пешками, которыми можно двигать и управлять. И это просто больной человек. Надо ему сожалеть, сострадать и все. Эта болезнь возникает от того, что ты имеешь какое-то положение и все. Я заметил, что развитые люди, несмотря на славу и успех, они очень близко относятся к людям. Они могут спокойно выслушать человека, смотреть ему в глаза, общаться с ним глубоко, здороваться. Ну, то есть, имеют отношения личные со всеми. Это означает, что болезнь сердца не тронула. Понимаете? Но если человек не развитый, он как бы стремится к славе. Он сразу как бы ведет себя очень... Его распирает. Вот так вот делает. Вот так. Его тянет вверх. Ничего страшного, эта болезнь проходит. Было бы желание лечиться. Ставить себе заслугу, победу над другим человеком – это болезнь. Некоторым людям хочется победить. Ну, как бы, даже лектора такие встречаются, что они пытаются спорить с залом. То есть, считается лекция, и человек как бы внутренне настроен воевать. То есть, он спорит с залом, он обличает всех. То есть, ведет себя, как будто враги собрались. Это означает тщеславие тоже. Человек как бы не предполагает, что люди могут еще больше его понимать тему. А он считает себя знатоком, все остальные никто. И как бы он их обличает постоянно, клеймит позором. Я как-то взял в руки одну книжку, не буду говорить про автора. Я думаю, что если вы эту книжку брали в руки, она довольно распространена, вы сразу поймете, о ком речь. Я открыл эту книжку и увидел, что в ней постоянно всех ругают. То есть, человек пишет эту книгу, и он ругается, 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 обзывается даже там на всех. То есть, ну, книга наполнена вот такими, как бы, ругательствами на людей. Хотя она имеет такую подоплеку нравственную, книга эта. Она обличает пороки в людях. Но как обличает? Со злобой говорится о людях, со злобой. Это означает тщеславие. То есть, человек писал книгу тщеславной, потому что, ну, если человек не является не тщеславной, то он любит людей, он хочет им помочь, и у него нет злобы в голосе. Итак, тщеславные люди хотят побеждать людей. Не помогать людям, а побеждать их. В этом заключаются болезни. Дальше. Считая, что люди притворяются ждать веры по отношению к себе, это болезнь. Ну, что это значит? Это значит, что есть такая категория людей, которые не видят искренности. Ну, тщеславие, сердце закрыто, тщеславие не дает сердце открыть. Человек не видит искренности. С ним искренне общаются, а он как будто ищет в тебе порок. Ты как бы искренне говоришь, но он слушает, слушает тебя и как бы ждет. Вот, когда ты начнешь говорить искренне, он ждет. Ну, ты уже говоришь искренне, но он не верит в это. Он не верит, потому что ждет веры по отношению к себе. Вера означает верить в людей. Не в себя верить, а в людей верить. Но когда человек ждет веры по отношению к себе, он как бы в себе хочет веры. Это болезнь. Надо верить. Не ждать веры к себе, а верить в людей. Учиться верить. Верить означает прощать, принимать. То есть людей приближать к своему сердцу. Ближе к сердцу их подпускать. Потому что мы далеко от сердца людей держим, потому что боимся, что они будут нам делать больно. И поэтому мы отстраняем людей от сердца, от своего. И не верим им. А потом ждем, когда, чтобы они нам поверили. Но как они нам будут верить, если мы их сами от сердца отстраняем? Надо приближать людей в свое сердце. Но для того, чтобы их приближать, надо научиться человека переваривать. Переваривать означает заранее относиться к нему так сильно позитивно, чтобы он не смог тебя поранить своими глупостями. Ну то есть надо научиться к людям сначала относиться правильно, силу в этом отношении прилагать. А потом уже ты сможешь человека к себе приблизить. Тебе легко будет рядом с ним быть. Потому что есть одна очень хорошая формула счастливой жизни. Ничему не удивляйся называется. Если ты хочешь счастья с человеком рядом, ничему не удивляйся, что он вытворяет. Все, что не произойдет, это нормально. Ничему не удивляйся. А если удивился, значит, ну привыкни к этому. Ничего страшного. Сегодня у меня была консультация, и у одной женщины как бы семья развалилась. Я ей сказал, уже давно, я сказал, надо вернуться к мужу. Она сначала так раз удивилась, а потом начала думать, может правда вернуться. И в конце концов она решила, что надо возвращаться. Она не уверена, как бы он примет ее или нет. Но она решила, что надо возвращаться. Это признак разумности. Это значит, что она разумный человек. Потому что обычно, когда такие вещи человеку говоришь, он удивляется. Он говорит, зачем? Мы не знаем, как бы, как судьба действует. Судьба может так действовать, что нет вариантов больше. Ты как бы ушел от близкого человека, и Бог тебе больше не даст вариантов. Потому что мы как планируем? Я ушла, найду себе другого. Мы планируем, я найду себе другого. Но это иллюзия. Человек не может себе никого найти. Это Бог решает, будешь ты один или с кем-то еще жить. Все. Мы не можем никого найти себе. Люди ищут годами, не могут найти. Бог даст, если появится близкий человек. Поэтому сам ведок говорится, уходить от близкого человека – это безумие. Всегда. Потому что ты ушел, потому что он гулял там от тебя или плохо себя вел. Но это результат твоей судьбы. Ты ушел от него, все равно судьба тебя будет мучить через других людей. Но все равно будет то же самое. От судьбы не уйдешь. Понимаете? Поворачиваться спиной к речам людей, которые отличаются, речи которых отличаются от твоей точки зрения. Это болезнь, которая называется тщеславие. Если человек говорит, и ты чувствуешь не так, как ты хочешь говорить, все, тебя начинает ворочать, то есть ты не можешь его слушать. Почему? Потому что твое точка зрения фанатичная, она соткана из злобы. Она не соткана из правды. Потому что когда точка зрения соткана из правды, слушать другие точки зрения несложно. Несложно. Человек все принимает, если он открыт к истине. Кто-то говорит вот такое. Хорошо, пожалуйста. Я выслушаю. Поподумаю над этим. Несложно слушать. Но если точка зрения соткана из злобы, это признак тщеславия. Значит, в этом случае кто-то начинает говорить не так, как я думаю. И сразу меня разворотит, я не могу это слушать. Это означает, что человек не развит как личность. Он не видит истину, не знает. Бывает, что очень такие глубоко религиозные люди, очень глубоко религиозные люди, не могут слушать другие точки зрения. Это значит, что их вера, она перемешана со злобой. Нужно время, чтобы злоба вышла из сердца. Верующий человек всегда лучше, чем неверующий. Но верующие, бывает, иногда мешают злобу с истиной вместе. И эта истина становится такой у них, очень как бы отгороженной от всего остального. То есть только вот здесь истина, все остальное ложь, они так считают. Это означает неразвитость в духовном плане. Потому что развитый человек везде видит истину. Он знает, где сколько истины, он понимает, где сколько истины. Ему нравится его путь, он в него верит и любит его. Но он также смотрит, что там что-то есть и там интересное есть. А сильно развитый духовный человек видит реально святых людей в другой традиции. Он это может видеть. Но он не будет вносить в умы последователей своей традиции хаос и как бы объявлять. Вот этот тоже святой человек, он не будет этого делать. Потому что люди его сразу как бы начнут критиковать. Они скажут, это что такое за такая традиция у нас, что у нас появился человек, который других считает святыми. Не только наших, но и чужих. Таким образом, по-настоящему святой человек, он может видеть святость, но он не всегда это будет высказывать в рамках своей духовной традиции. Потому что всегда в любой духовной традиции фанатиков хватает. Всегда, везде. Поэтому не факт, что святость будет высказываться по отношению к другим людям. Но по-настоящему развитый духовный человек ее видит, где ее надо видеть. Тщеславие означает, другая точка зрения и злоба начинает лезть из сердца. Это тщеславие. Оно может быть везде. Чем больше благочестия у человека, тем больше склонность к тщеславию. Ну, допустим, те, кто бросили есть мясо, замечают, что через несколько месяцев после того, как ты бросил есть мясо, ты открываешь холодильник, и у тебя лицо морщится. Потому что там лежит мясо, которое кушают твои родственники. Это называется тщеславие, из тебя вылазит тщеславие. Потому что смиренный человек, он думает, ну, кушают мясо, но что делать? Они любят мясо. И он смиренно прощает им это, то, что они любят мясо, спокойно к этому относится. Это означает развитый человек. Неразвитый человек, он, допустим, рано утром начал вставать и поднимает всех родственников, чтобы они вставали. Почему? Потому что он не может терпеть, что они валяются в постели. Не может это терпеть. Поэтому он их мучает. Но это не развитый человек, это человек сырой, он не знает, как жить правильно. Он начал гордиться собой за то, что он рано начал вставать. меня один православный человек спросил, что лучше, ненавидеть всех, кто ест мясо, или есть мясо и всех любить? Я говорю, я ему сказал, что если выбирать между этими двумя, то лучше есть мясо и всех любить. Но мне в моем сердце ближе всего не есть мясо и всех любить. для меня это более приемлемый вариант. я не отождествляю, что все те, кто не едят мясо, они всех не любят, кто ест мясо. Это не факт. Я нормально отношусь, например, ко всем людям. Даже если человек преступник, ну он просто больной. Это болезнь разума, и что делать? Не любить человека – это тоже болезнь. Зачем болеть чужой болезнью? И своих и так хватает, поэтому надо людей учиться прощать. При встрече с мудрецом обращать критический взгляд не на него, а на себя – это лекарство от тщеславия. Допустим, у тебя есть тщеславие, но ты встречаешь мудрого человека и говоришь ему, у меня есть проблема. Он смотрит и говорит – правильно. Ты вроде сказал так просто, ну как бы, надо подержать разговор с мудрым человеком и говоришь – у меня вот проблема, я немножко гордый. Он говорит – правильно, ты гордый, но ничего страшного в этом нет, все исправится. – и ты думаешь – опа, правда гордый, а я не ожидал, что он так ответит. Это лекарство. Человек небольшой взгляд критический на себя направляет, и мудрый человек объясняет, что это так, и это ничего страшного нет. Потому что мы боимся же своей недостатки, мы думаем это страшно, боимся показывать их, но ничего страшного нет. нет, надо все менять просто постепенно и все, нет ничего страшного ни в чем, надо просто жить дальше. Это лекарство. Отвергать свои заслуги и брать на себя труд – это лекарство. Как к своим заслугам надо относиться, надо от них бежать. Если ты чувствуешь, заслуги пришли в твое сердце, надо от них бежать. Ну это нереально. Нереально сжить с ощущением заслуг, потому что в этом нет истины, в этом есть только ложь. Потому что беды говорят – все заслуги человека, какие только у него есть, они возникли в результате того, что он приобщил себя к духовному знанию. Вот любые заслуги, какие только бы не были у человека, они всегда связаны с энергией Духа. А энергия Духа не принадлежит человеку, она принадлежит только Богу. Поэтому в связи с этим истина заключается в том, что у человека в этой жизни нет никаких заслуг. Единственная наша заслуга заключается в том, что мы приобщаем себя к той деятельности, которая несет людям свет. Но эта заслуга также означает, что надо понимать, кто несет свет. Потому что, если ты этого не понимаешь и считаешь, что свет исходит от тебя, значит ты просто сумасшедший. Ну ты вот сам себя обманываешь фактически. Потому что беды говорят, что у тех людей, которые практикуют духовную жизнь, есть одна опасность очень высокая – они могут себя с Богом перепутать. Есть такие люди, как бы он наставник. Он почти уже Бог. Ему до Бога не хватает немножко совсем. Это означает, что он просто глупец и все. Потому что мы все маленькие души прочные, мы рождаемся в этом мире не по своей воле и не по своей воле умираем. – мы не можем быть такими уж большими. Бог может наделить человека огромной силой. Это факт. Огромной силой. Но это наделяет его Бог. И сохранить себе эту силу в чистом виде может только тот, кто глубоко осознает, кому принадлежит сила. Поэтому даже чуть-чуть считать, что ты даешь что-то людям, это уже признак невежества. Единственное, кто может дать – это Бог. Мы же можем быть только инструментом в Его руках. Все. И это также касается и отношений. Иногда жена говорит, ну посмотри, тебе дураку какая красавица досталась. Но красота принадлежит Богу, она не принадлежит женщине. Любая женщина знает, что бывает иногда и красота сходит с ее тела, и она чувствует, что что-то такое происходит, красоты нет. И она начинает к врачам бегать, говорит, куда красота делась? Где красота? Как можно без красоты жить? Она нервничает. Красота может быть забрана. Бог дает красоту, Бог ее забирает. Но женщина мудрая знает, что вся красота принадлежит Богу, и она живет в состоянии благодарности за это, и она становится еще красивее. Потому что она правильно поставила отношения с источником красоты. Также и знание, и мудрость, и власть – все это принадлежит Богу. И человек должен правильное отношение строить. Если ему что-то дано, он должен быть благодарным и считать, что это ему не принадлежит. Тогда это в полной степени с ним сохраняется. «Отвергать заслуги и брать на себя труд» – это лекарство. лекарство. Почитая продвижение других людей – это лекарство. Как победить тщеславие? Очень просто. Надо учиться почитать продвижение и прогресс людей, которые занимаются тем же самым, что и ты. «Ой, мы такого хорошего врача встретили, он так классно лечит, просто супер вообще. Удивительный врач. Я слежу за своим сердцем. Чаще всего у меня в сердце что возникает? А я тоже хороший врач?» Возникает вот это вот чувство. Это называется зависть. Чтобы победить тщеславие и зависть, человек должен учиться почитать других людей, которые действуют так же, как и ты. Учиться видеть в них заслуги, продвижение. Этому учиться надо. Это время. Не то, что это невозможно врачу уважать других врачей. Возможно. Это возможно и это очень приятно, потому что в этом случае ты начинаешь сотрудничать со всеми, то есть обогащаться. Каждый врач знает по-своему, как лечить. У каждого свой опыт. Если человек очень почитает врачей, несмотря на свои заслуги, он обогащается другим знанием и он даже может много других врачей объединить вокруг себя, сделать большую такую огромную больницу. Я знаю одну такого врача, одна женщина, она где-то моего возраста, но она очень молодо выглядит. Я подумал, что ей там 30 где-то. Ну такая очень подтянутая, такая симпатичная в Омске. Она возглавляет огромный пансионат. Там куча всяких процедур. У них даже свой грязевый завод. И когда я приехал, мне как бы привели познакомиться с ней. Она очень влиятельный человек в городе. Она посмотрела на меня, говорит, вы чем занимаетесь? Я начал рассказывать ее, продиагносировал. Она, вы знаете, она так смотрела на меня с очень глубоким уважением и радостью за меня. Что я вот что-то умею там и все прочее. Я так начал ей советы давать. Я говорю, вам неплохо было бы открыть здесь аэровидический панчакарму там и так далее. Начал ей объяснять. Я начала записывать все это. Потом та же девушка, которая привела меня, она говорит, а вы не хотели бы посмотреть пансионат? Я такой подумал, ну хорошо, давайте посмотрим. То есть не сильно большое желание было, но я же такой знаток, специалист и какой пансионат. Тем более она меня слушает, записывает, как бы вот так. Потом дальше что произошло? Она смиренно говорит, давайте я вам покажу. И пошла. И она каждого врача очень представляла. Вот это наша надежда. Очень хороший там кандидат наук или доктор наук, какой-то врач, он создал такую методику. И это вся, весь пансионат, он занимается профилактической медициной. Означает там различные ванны, там грязевые, различные ну устройства, которые рефлексотерапией занимают. Ну то есть вот такие. Много-много-много. Это огромное просто, просто я такого в жизни не видел. Много-много различных отделений всевозможных. И каждого человека она представляла и уважительно к нему относилась. И как бы мне объясняла, у нас есть вот это, это единственная в мире установка. Это то, это так, это так. Я когда на это все посмотрел, у меня волосы дыбом стали. Я увидел такую мощь, то есть такую огромную структуру медицинскую, объединяющую, одна хрупкая, симпатичная девушка, моложавая, но очень мудрая внутри. И я понял, что я ноль по сравнению с этим человеком, просто ноль. Почему? Потому что, как бы, каждый суслик у себя на поле агроном. Если чуть-чуть хотя бы там чему-то выучился, ты уже такой... Тебя поперло. И я начал анализировать, как бы понял, что я далек-далек, то есть я очень слаб в развитии по отношению с этим человеком. То есть я начал ценить в своем сердце этого человека. Потому что она очень открыта ко всему. Очень открыта. И она знает очень много. И очень много людям помогает. Каждый день больше тысячи человек пропускается через этот пансионат. Это большая структура. Вот. Почитать продвижение других людей и побеждать тем самым себя. Это лекарство. Дальше. Не относиться к самому себе уж слишком уважительно. Это лекарство. Веды говорят, что для того, чтобы победить свой ум, надо периодически брать ботинок и бить себя по голове. Ну, не сильно так. Ты дурак такой. Очень помогает. Я пробовал. Почему? Потому что иногда надо на себя посмотреть как на ничтожество. Это очень полезно. Очень полезно. Очень полезная такая вещь. Помогает сильно. Почему? Потому что всегда для гордости есть много почвы. Она сама растет, не спрашивает нас. А гордость означает ложь, отсутствие знания. По-настоящему знающий человек, он должен себя чувствовать очень маленьким и смиренным всегда. И очень уважительно относиться к другим. Веды говорят, главная квалификация мудреца. Четкое видение в себе грехов. Первая квалификация. И вторая. Глубокое уважение других людей и считать всегда ниже их, их выше себя, а себя ниже любого человека. Это квалификация мудреца. Настоящий мудрец так настроен. Он не выдумывает это, это в его сердце находится. Это означает, что он просветлен знанием. Он людей уважает, поэтому люди к нему тянутся всегда. Они не чувствуют опасности рядом с таким мудрым человеком. У нас тут уже много записок, я посмотрю, появилось. Это тоже записка. Или что это такое? Подкармливает. У меня когда я куда-то еду, лекции читать, я оставляю свою жену одну. И единственное счастье, которое может быть от того, что я езжу, это то, что я иногда привожу сладости с собой. из лекции. Из лекции. И она, как бы видно, как-то молится, что ли, что я, например, не прошу никогда, я их не ем. Но мне постоянно вот такое что-то подсовывает. Жена намаливает, наверное, сладости себе. Я чувствую. «Почему у меня мышцы всегда в тонусе?» Вопрос. Видите, вопрос очень сильно связан с лекцией. Видите, человек насколько глубоко погружен в лекцию, что он как бы прямо точно задал вопрос по теме. То есть мы как раз о мышцах и говорили сейчас с вами. Вопросы должны быть заданы так, чтобы все люди получили благо от этого вопроса. Понимаете? Я, допустим, вот представьте, допустим, геморрой только у меня и у кого-то из вас. И мы с вами о геморрое говорим. Но у остальных нет геморроя. Ну как они будут сидеть на этой лекции, подумайте? Мне интересно, как бы у них нет геморроя. Я буду рассказывать очень серьезно о геморрое, понимаете? Но нет геморрой ни у кого больше. Поэтому давайте будем по теме задавать вопросы. Мне 58 лет. Диагноз – остеопороз. Я понял. Тяжело мне вас в этом направлении. Можно ли вылечить остеопороз ветками? Можно. Все очень просто. Сейчас я вам все объясню. Заходите ко мне на сайт. Тарсунов.ру Там есть раздел «Бесплатная консультация». Это не выдумка, это правда. Высылаете фотографию и ваши диагнозы. Я каждого человека просматриваю и даю задание своему помощнику, что надо объяснить человеку. И он вам все объяснит. Хорошо? Больше по здоровью мне вопрос не задавайте. Вы получите открытую консультацию, то есть бесплатную консультацию. По телефону с вами будут общаться и все вам объяснят. Я больше по болезням не читаю, не зачитываю записку. Как достичь стабильного неуклонного восхождения на пути духовных знаний? Хороший вопрос. Невозможно человеку сразу достичь стабильного восхождения. Потому что карма нестабильная. Она то у человека хорошая жизнь и ему легко заниматься духовной практикой, то тяжелая и ему тяжело. То есть то его прижимает к земле, то поднимает вверх. Это постоянно циклически в течение нескольких лет как бы меняется. Поэтому стабильности в этом плане достичь невозможно. Но есть одна формула. Если человек себя держит как можно ближе в своем сердце к святым людям, и как можно больше общается с обычными людьми, которые стремятся к духовному, тогда его духовная жизнь будет гарантированно стабильной. Потому что когда человек помещает себя в атмосферу чистую, его карма отстраняется назад. Вот вы заметили, вы на лекцию пришли, вам жить легче стало. Так ведь или нет? Это означает, карма ушла. Почему? Потому что здесь собирается много людей, которые настроены очень позитивно, очень возвышенно. И это очищает сердце. Поэтому пока человек сам не может сердце очистить, он должен заставлять себя ходить на те мероприятия, где говорят о чем-то возвышенном. Понимаете? Вот и все. Такая формула. Когда человек созревает, он начинает в молитве приближаться к святому человеку, и таким образом его духовная жизнь становится уже стабильной. Но это очень достаточно зрелый уровень духовной жизни. Надо несколько лет практиковать духовную практику серьезно, чтобы приблизиться к святому человеку в своем сердце. До этого надо стараться общение развивать. Спасибо.